Николай Николаевич, на днях отмечалась дата 135 лет со дня рождения командира дивизии Красной Армии Василия Ивановича Чапаева. Скажите, а нужны ли Чапаевы сегодня? Добрый день, дорогие друзья. Ну, конечно, если вы спросите барыг, спекулянтов, маржинальных брокеров и просто туповатых политологов нынешнего разлива, они вам скажут, что, конечно, это все не надо, Чапаев какой-то там необразованный, вообще было давно, как они говорят, Пушкин, правда, еще давнее был Чапаева, но вроде еще не забыть пока, хотя. Так вот, вокруг Чапаева сложилось и в советское время, кстати, достаточно много мифов, хороших, плохих, вообще-то был очень интересный человек, может быть, образ которого не очень вяжется с тем, что мы знаем, но это его же еще пользу говорит. Ну, из бедной семьи человек, родился на территории нынешней Чувашии. Заметьте, его как очень смышленого мальчика родители, знаете, вот двигали в люди, об этом Горький очень хорошо пишет там в моих университетах. Ну, куда? Приказчиком купцу, ну, точнее, учеником приказчика. Отец строго наказывал, Вася, ты только не воруй. В результате ученик не прижился, потому что купец ему что говорил, надо обмешивать, обманывать, там, пока улыбаешься кому-нибудь, там, на весы чуть-чуть надави, там, нет, он это просто не переносил, мальчик, выгнали. Отправили его, значит, половым в трактир, там та же самая схема, да, ну, там, переберем, какой-нибудь посетитель выпьет лишнего, да, ну, ты там старайся ему что-нибудь там посчитать лишнего и прочее, нет, строго нет, вот и все. Понимаете, вот такие люди пришли в революцию, может быть, они не оканчивали Академию Генерального Штаба, но были чистые просто изначально, вот непривыкшие воровать у других, что вот в нынешнее время, между прочим, кажется вообще каким-то раритетом. Ну, что потом, потом плотничал с отцом, семья Чапаевых была прекрасными плотниками заказов, было полно, по всей Волге люди ходили, даже в казахские степи заходили, просто работали. И потом, будучи начальником дивизии, Чапаев говорил, ну, в случае чего, война кончится, я найду себе работу, плотники, я, ребята, скажу без лишней скромности, превосходные. Ну, до Первой мировой войны Чапаев успел послужить в армии, успел жениться, причем женился против Оли и своих родителей, и родителей невесты, Пелагея звали жену, родились дети, и тут, прямо, Первая мировая война. Вот, Чапаев, как человек смышленый, опять-таки, попал, условно говоря, как бы сейчас сказали, знаете, такую прапорщицкую школу, и стал фельдфибелем царской армии. Ну, что-то вот, да, что-то вроде старшины советской армии, примерно, как человек очень сметливый, и, главное, рассудительный. Вот, иногда у Чапаева, знаете, такое имя, что он там на коня вскочил, там, выкинул шашку, там, поскакал куда-то, вот, нет, человек был очень и очень толковый. Кем он был? Фронтовым разведчиком. Причем ходил, брал языка, тащил на себе, понимаете, через линию фронта, составив боевой группы, которая не имела потерь у него никогда. Потому что он умело выбирал место, где надо пройти в тыл, откуда потом вернуться и прочее. Ну, полный георгиевский кавалер, да, в советское время это полный кавалер орденов славы, которые, кстати, имели такую же ленточку, как и георгиевские кресты. Ну, то есть, больше человек не офицер, ну, получить в царской армии просто вот не мог. Ну, ко времени февральской революции Чапаев находился на развлечении, и, как знаете, многим великим людям, он был бесспорно великий человек, ему не везло с женщинами. Жена с детьми осталась у родителей, его, они очень не ладили, она уходила, уходила к другим мужчинам. Чапаев, это в то время, понимаете, когда женщину замужнюю, тем более, учили кулаком, вот, тихий дом, помните, Аксинь, да, ногами били там до посинения, даже при малейшем подозрении измены, он за ней ходил, он возвращал ее в семью, она уходила заново. Вот на фронте, когда погибал один из его лучших друзей, а тогда это часто было, и в гражданскую войну тоже, он говорил, ну, кто из нас выживет, позаботьтесь о семье друг другом. Погиб его товарищ, у которого жена была тоже Пелагея. Он, когда вернулся с фронта, Чапаев, он рассказал, что детей вот своего погибшего товарища он берет в себе, хотя у него свои были, всего пятеро оказалось. Она говорит, а там некуда. Так, Чапаев взял себе вторую Пелагею, не будучи разведен там с первой, хотя вторую жену он не очень любил, но долг товарища был выше всего. И она была с ним все это время. Чапаев после февральской революции, знаете, как человек, опять-таки, очень сметливый, он проходил в разные партии, начал с кадетов, не понадобилось. Пришел к эсэрам, ну, сказал, что те вроде так подявились, да. Потом его потянуло к анархистам, что те, ну, вообще просто вот действуют и все, там, не рассуждают, нет у них никакой теории. Но еще раз, как человек умный, он понял, что это вот не тот путь, и сам пришел к большевикам. Причем, ну, это было на территории современной Самарской области, тогда губернии. Значит, большевики в городе Николаевске, ныне город Пугачев, большевики вообще страшно испугались, когда к ним в уездный комитет зашел, знаете, такой щедолеватый царский фельдфидель с усиками подвернутыми, значит, полный георгиевский банк на очищенные сапоги. Усы такие, знаете, взгляд, вот все, они думали, пришли громить. И тут Василий Иванович говорит, да, вот хочу к вам партию. Его солдаты избирают командиром запасного полка, который там стоял, и тут начинается гражданская война. Чапаев выстраивает полк и говорит, товарищи, кто хочет домой, тот домой, все остальные со мной. Большая часть полка представляет их, тосковавшиеся по родным, там, близким, за время четырехлетней войны, они остались с ним. И вот, собственно, с этого, как в песне, да, поется, начал гулять по Уралу Чапаев, герой. Тогдашняя война 18-го года гражданская была такими, знаете, разрозненными стычками и белых, и красных, которые возникали то здесь, то там, где не было каких-то сплошных фронтов, где противник был сегодня спереди, завтра сзади, завтра справа, где своих бойцов по оружию, может быть, не было на ближайшие, там, 200 километров. Чапаеву выпала страшная задача. С севера на Чапаева напирали белочехи, ну, это вот Самарские степи на границе с Казахстаном, а с юга, вот, с территории реки Урал напирали уральские казаки, тоже белые. Причем, как вы понимаете, и те, и те-то были вояками. Чехи, кто такие? Это были бывшие солдаты австро-венгерской армии. Ну, то есть, обученные, отмобилизованные, сытые, хорошо вооруженные. Ну, про казаков вообще говорить нечего, да, это военное сословие. И вот, базируясь в Николаевске, потом в Пугачеве, Чапаев бьет и на север против Чехов, и на юг против казаков. Причем, это был первый командир Красной армии, у которого, подчеркиваю, воинство-то было такое, знаете, сбору подсосинки. Кто-то приходил там, кто-то уходил. Первый разгром Белочехов, которые считались, ну, вообще, в тот момент какими-то непобедимыми, это Чапаев именно, да, он их разгромил. Причем, тактически верно построил операцию. Заманил их притворным наступлением, ударил с флангов. Это все делал фельдфильм царской армии, которого сейчас в анекдотах принято считать, там, дураком каким-то и прочим. Чехи бежали впервые во время войны, бросив орудия, бросив патроны. И вот что интересно еще про Чапаева. Когда он стал потом командиром, ну, начнем, 25-й дивизии, причем в дивизию вливали все новые части, и Чапаев, по сути, был командир корпуса. Ну, то есть, в царской армии он был бы генерал-лейтенант. Вот так вот. Ну, то есть, такого же звания, примерно, как Деникин, скажем так, да. Так вот, Чапаев постоянно следил, чтобы патроны были, чтобы снаряды подвозили. А представляете, тогда, да, железные дороги все разбиты, дорог шоссейных нет, там, малейшая распутница, нет ничего. Ближайшие склады, там, где-нибудь в Самаре, там, за сотни километров. Нет, он следил, чтобы солдаты были обязательно накормлены хоть чем-нибудь. Причем ел с ними, да, говоря иногда, что, ребят, вот, ну, больше у нас ничего нет, но вы знаете, да. Вы меня знаете, как только что появится все ваше. Ну, чего говорить-то, бойцы любили его, потому что, когда он потом уехал в академию учиться, в конце 18-го года, ну, там чуть не повиновение было в дивизии, типа, куда? Чапаев, говорят, был дурак, там, учился в академии плохо, хотя, ну, что закончил Чапаев до войны академии? Церковно-приходскую школу не до конца. Работать надо было человеку, понимаете? Ну, все, кто с ним учился тогда, а преподавали офицеры генерала царской армии, и кто жил с ним в комнате, отмечали, что это был человек просто титанической работоспособности. Ему, конечно, было очень стыдно, что, в отличие от многих других слушателей, но он, конечно, отставал даже в грамматике, я уж не говорил там про какие-то специальные дисциплины, топографии там и прочее. Вспоминаю, да, как он смотрел на Швецию и говорил, «Хм, Швеция, а Самарская губерния-то наша бабуля будет». Да, и в январе 19-го он возвращается на фронт, бежит, можно сказать, из этой академии. На его счастье, командующим армией, где была его дивизия, был назначен Фрунзе. Человек, знаете, вот тоже, выходец из той революционной волны, который не только умел командовать, он умел увлекать людей. Вот это было главное. То есть, не ором, не расстрелами там, ничем, а приезжал Фрунзе спокойно, не повышая голоса, разбирался, и люди понимали, этот не подведет. Вот за ним в вагоне воды. Ну, и последнее, может быть, что стоит отметить, в фильме показан, в фильме Чапаев, гениальный, про который я, может быть, еще чуть скажу, показана вот эта знаменитая психическая атака белых, да, которую Чапаев отражает. Кстати, сразу хочу отметить, после ранения во время Первой мировой войны Чапаеву тяжело было ездить верхом, очень тяжело. Это доставляло ему дикую боль. Поэтому за пределами атаки он передвигался на штабном автомобиле, установив на нем пулемет. Знаете, такой, типа Тачанки, врывался в белоказачью станицу, значит, казаки на него, он разворачивал машины, значит, и их поливал там. И когда подходила его часть, он уже штаб себе там организовывал в каком-нибудь доме. Такой вот был человек. Вот были дикие бои с колчаковцами Зуфунов. Части красных Чапаевской дивизии переправились на тот берег, белый берег реки Белой, извините за эту автологию, и колчаковцы изо всех сил пытались сбросить красных обратно в реку. На этот маленький плацдарм переправились сам Чапаев, начник, и командующий армией Фрунзе. Причем Фрунзе был известен, послали специальный аэроплан Белый, чтобы его и Чапаева, вот они были вместе, да, они не прятались, естественно, чтобы их с аэроплана как-то сделать. Сбросили бомбу, Фрунзе был контужен, Чапаев приказал отправить его через реку. Самого Чапаева самолеты ударили из пулемета, и пуля застряла в черепе, представляете? То есть, когда Красный освободили в Уфу, это было лето, ну, начало лета 19-го года, и Чапаев на всех фотографиях был в повязке Белый. Вот тогда они бросили против них восемь цепей Капелевцев. Капелевцы – это были лучшие ударные силы Колчака, да, вот именно этот эпизод, когда они идут, там, значит, курят, тросточки прямо в восемь цепей. Ну, вот здесь, да, Чапаев на лошади действительно все это отбивал, все это так и есть, как поется в песне, да, блеснули штыки, и мы грянули в рай, и бросив окоп, отбежали им кера. Вот все это было так. За Уфу Чапаев получает орден Красного Знамени, ну, тогда ордена давали, ну, я не знаю, это единицам. Причем, когда Фрунзе сказал, давайте в вашей дивизии, Василий Иванович, несколько полков отметим Красным Знамением, он говорит, либо всех, либо никого. У нас, говорит, так вот заведено. Ну, отметили всех. После этого вот этот трагический эпизод, когда, преследуя казаков, дутовцев, отступавших в казахские степи, значит, штаб Чапаева распоражался в городе Лубищенск, где все это и произошло. Причем, опять, вот, судя по фильму, даже судить, ну, Чапаев там как-то этого всего не ожидал, там, налета белых, которые бросили специальный несколько тысяч на отряд для того, чтобы разгромить штаб дивизии Чапаева. В то время, как полки дивизии были разбросаны на расстоянии там с 50-100 километров. И Чапаев каждый день по телеграфу говорил, катастрофа может случиться буквально за несколько часов. Я прошу разрешить не стянуть полки в одно место. Ну, тогда вот такой был фронт, понимаете, Чапаевская дивизия была нужна там, здесь, на востоке, на севере, на западе. Тем не менее, Чапаев предвидел нападение. Они заблаговременно ударили в колокола, они собрались на Соборной площади Лубищенской. Ну, просто силы были неравные. Против примерно пяти тысяч белых, было менее тысячи красных. Как погиб Чапаев до сих пор неизвестно. Тоже это часто бывает с великими людьми. Ну, из фильма мы все знаем, да, будучи ранен, Чапаев пытается переплыть реку Урал, и пуля настигает его где-то вот на середине реки. Версии есть и другие, что Чапаев к тому моменту, когда его красные бойцы, оставшиеся подвели к Уралу, он был три раза ранен уже, один раз в живую. Его положили на плот, положили венгры, которые воевали в составе Чапаевской дивизии, бывшие пленные тоже. И Чапаев на плоту переплыл в Урал. Ну, просто его подтолкнули, но когда он уже достиг другого берега, он уже умер от потери крови. Была другая версия, что он погиб, подстреливаясь вот на самом берегу реки. Могила не найдена, потому что Урал с тех пор часто менял русло. Просто венгры утверждали, что они после того, как плод приплыл, они закопали Чапаева, но могилу делать не стали, ну, чтобы казаки там не выкопали и не осквернили это все. В 60-е годы даже дети Чапаева искали его могилу, но вы знаете, может быть, мы можем сказать так, могилой стала Чапаева вся наша родная земля. и про фильм, фильм Чапаева имел одного сценариста, конечно, это был комиссар Фурманов, у которого умерший к тому времени продолжил. У них с Чапаевым были отношения очень неровные, но Чапаев именно был такой человек, что для него интересы дела были прежде всего важны, а не что-то еще. Сценарий лично провел Сталин, он до выхода фильма смотрел его несколько десятков раз, Сталин наносил его изменения, настоял на том, чтобы версия была обязательно звуковая, чтобы Чапаев говорил. В 1934 году это редкость была, специально аппаратуру для этого закупили. Ну и после выхода фильма говорили, что Сталин смотрел его 38 раз. Представляете, да? И последний штрих, вот насколько искусство, насколько Чапаев мертвый уже к тому времени давно, оставался живым. в 2006 году началась гражданская война в Испании. Франкисты тоже наседали, на них стороне тоже была армия, кадровые офицеры, техника, поддержка Германии, Италии, ну прям как у нас гражданская война. И что мы сделали? Ну помимо того, что мы отправили туда советников, оружие, мы отправили фильм Чапаев, только что вышедший, причем абсолютно не переведенный на испанский язык. Вы представляете, ну где Испания и где там самарские ститы какие-то, ну далеко. И когда бойцы республиканской армии, которые хоть только что набрали, которые тоже не понимали, что такое дисциплина, вот они смотрели фильм Чапаев, принимали резолюцию усилить боевое охранение, значит, ни в коем случае не допускать того. И даже было смешно в Испании, в стране, где ну много сигарет, сигары и прочее, бойцы республиканской армии, подражая Чапаевцам из нашего фильма, стали передавать друг другу недокуренные сигареты. Ну у нас-то тогда были самокрутки, их было мало, поэтому один покурил, другому передал. А эти старались походить на Чапаевцев даже в мелочах. То есть люди, посмотревшие фильм про Чапаева во время гражданской войны в Испании, они творили чудеса. И даже далекая Мексика, Мексика, где в то время шла тоже революция, крестьянские массы поднялись против помещиков. Был там один из героев Эмилиана Сапата, такой вот крестьянский вождь. Представляете, тоже, очень, кстати, даже внешне проходивший на Чапаева. Он узнал, что где-то в России есть такой же вожак крестьянских масс, которого все любят. Зовут его Чапаев. И он через Кубу из Мексики отправил Чапаева белого коня, своего любимого, ну, который, к сожалению, до России не дошел, а если бы дошел, Чапаев уже не был бы в живых. Да, конечно, можно сказать, ну, когда это все было. А ведь с такими людьми, которых подняла к великой исчезне революции, всегда так будет. Их никто никогда не забудет, пока есть у нас честные, порядочные и добрые люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова